Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как обычно, несколько тем поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире, на Украине, в Одессе. Литва. Там запретили пешеходам пользоваться мобильными телефонами на пешеходном переходе. Знаете, я когда смотрю на наших пешеходов, мне кажется, что они просто уже не умеют переходить дорогу без того, чтобы говорить по мобильному телефону. Считаю, что молодцы литовцы, это правильная мера. Эстония сообщила, что украинцы лидируют в их стране по числу мигрантов. Ну, это не секрет, что Украина уже мигрантами потеряла около 10 миллионов человек, которые разъехались по всему миру и, по всей вероятности, обратно возвращаться не собираются. Украина. Несколько новостей. Я не думаю, что радостных, но тем не менее. Перед выборами решили уничтожить телевизионные каналы Ньюс Ван и Сто Двенадцатый. Собственно говоря, самые популярные телеканалы в нашей стране. Оно и понятно. Журналисты Ньюс Ван и Сто Двенадцатый стараются объективно освещать события в Украине. А разве это может понравиться банде политических проходимцев? Ну, если сокращенно БПП. Конечно, не может. С тех самых пор, когда Порошенко купил у сына Януковича телеканал «Тонис» и переименовал его в телеканал «Прямой», он хотел бы, чтобы мы смотрели именно это телевидение, где трое позавчерашних персонажей – хитро-желтый Гонопольский, трусливый Киселев и примитивный Вересень – выдавливают из себя то, что им до этого скармливают в администрации президента. В общем, чтобы мы смотрели шоу для идиотов. Самое печальное другое, что за уничтожение Ньюс Ван и Сто Двенадцатого канала проголосовали те, кто еще вчера кричали с трибун о необходимости свободы слова. Это радикальная партия этого Лешка и Бют, к моему удивлению, и самопомощь, ну и прочие нефракционные дешевки. Хотя, с другой стороны, кого это могло удивить? Итак, наш некогда европейский город – Одесса, а нынче поселок городского типа с таким же названием. Печальное известие. Умер Роман Карцев, как говорится, последний из магикан, олицетворяющий собой неповторимый дух старой Одессы. Уходит эпоха. Уходят люди, которые на улицах города еще слышали веселый, радостный смех Одесситов, а не мат заезжего быдла. Уходит. Уходит эпоха. Печально. Пока Труханов где-то там бегает, якобы в отпуске, а может быть, был предупрежден о том, что надо делать ноги, пока не поздно, потому что мы уже когда-то об этом говорили, что он успеет убежать. Во всяком случае, мэру и его соратникам по воровскому бизнесу вручили обвинительный акт. По делу Украина вручили и составили этот акт детективы НАБУ. Там восемь человек проходят по делу. Во главе с Трухановым, его заместителем Вугельманом, там из комиссии, там и департамент коммунальной собственности, спектр. В общем, фигуранты все давно известны, и мы о них неоднократно говорили. По сути, НАБУ выполнила свою функцию, хотя им постоянно мешают все эти Порошенки, Луценки и прочие Холодницкие. Теперь дело за судом. Дело за судом. А интересно, какой суд будет рассматривать дело Труханова и компанией? У нас же в Одессе все суды просто образец честности и справедливости. Не знаю, надо будет посмотреть, потому что я не думаю, что вот эти прикормленные районы слишком очевидно будет, я имею в виду Суворовский, Киевский, они, наверное, нет. Скорее всего, Приморский или Малиновский. Ну, время покажет. Но у меня такое ощущение, что я, в принципе, знаю, чем это все закончится для Труханова. Друзья мои, те, кто смотрят КПП, знают, если появилась черная папка, следует ожидать журналистского исследования. Ну, исследования биографии какого-либо персонажа или какого-нибудь явления нашей с вами жизни. Я получил письмо, которое подписало 27 человек. Вот здесь написано. Уважаемый Александр Владимирович, убедительно просим вас провести журналистское расследование по фактам, изложенным в нашем коллективном заявлении, результаты озвучить в вашей программе, так как коррупция в Министерстве обороны Украины можно победить только с помощью средств, массовой информации и так далее и тому подобное. И я решил рассказать вам эту историю. Меня вызвал интерес не только сам факт очередной несправедливости, мы уже к этому привыкли в нашей стране, а то, что люди до того, как обратиться ко мне, искали защиты от негодяев из Министерства обороны. Вот у кого. Президент Порошенко, Порубий, Гройсман, Турчинов, Луценко, Грицак, Аваков, Сытник, Набу и так далее. Но заканчивается все обращением к послу Соединенных Штатов Америки в Украине. Они уже не знали, к кому обращаться. Все началось в 1998 году. Воздух свободы пьянил отпетых патриотов открывающимися перспективами независимости. Свинопасы надели лампасы и занялись распродажей всего, что попадалось им на глаза, начиная с портянок, заканчивая танками. Министерство обороны лихорадочно распродавало казармы, котельные, автомобили, амуницию, военные городки, вооружение и даже военные тайны всем, желающим их купить. Именно в то время полковники и генералы из генерального штаба, из Министерства обороны стали владельцами золотых и платиновых банковских карт. В тот год министром обороны Украины был генерал армии Кузьмук, под чьим руководством вооруженные силы Украины совершили ряд подвигов. Наиболее известный из них – это трое погибших и пятеро раненых после попадания украинской ракеты в жилой девятиэтажный дом в Барварах. И второй подвиг – это гибель 78 пассажиров самолета Ту-154, который случайно был сбит над Черным морем нашей ракетой. В общем, гениальный украинский полководец, как вы сами понимаете. А еще под началом Кузьмука был военный городок номер 7 в Одесской области, который значился как ВЧ-4139. Его он продал тоже. Замминистра обороны, директор полковник Стеценко и генеральный директор общества промрынок заключает договор. Министерство обороны отдает им 1,2 гектара асфальтовые площадки. Это часть военного городка сроком на 49 лет. А рынок платит аренду и выделяет пользование Министерства обороны 50 мест под установку торговых контейнеров. На арендованных 50, по сути, клаптиках асфальта люди ставят свои собственные купленные контейнера и начинают работать, оплачивая, по сути дела, аренду Министерства обороны за эти кусочки асфальта. Но все равно защитникам Родины все кажется мало. Министерство обороны требует перезаключить договор. Увеличить срок аренды. Что там 49 лет? Давай на 99 лет заключим срок аренды. Они не считали, что они вечные. Наверное, эти генералы, это из тех, которые, когда пишут завещание, начинают их словами «Если я умру, то дальше по тексту». Кроме этого, военные требуют выделить им не 50 мест, а 105 под установку якобы торговых точек. Получив желаемые места, они 50 оставляют, а 55 продают за 1 миллион 500 тысяч долларов, которые руководители государственного предприятия, Министерства же обороны Пивден, отвозят в Киев к заместителю министра обороны. Появляется новый договор, уже трехсторонний. Министерство обороны, авангардовский сельсовет и промтоварный рынок. Теперь же Министерство обороны отдает сельсовету 4,3 гектара. Туда вошли предыдущие 1,2. А сельсовет передает эту землю промрынку опять же сроком на 99 лет. В общем, 4,5 гектара были фактически проданы Министерством обороны, рынку, министром Кузьмуком и его заместителем Стеценко. И это при том, что решения Кабинета Министров об изъятии земли у Министерства обороны не было. А закон требовал именно этого. То есть продажа была, по сути, незаконной. Но за счастье надо платить. Хозяин рынка, седьмой километр, Добрянский, отвозит 5 миллионов долларов налички за земельку. Отвозит в Киев. Это же сколько чемоданов, потому что миллион долларов весит 16 килограмм. В общем, отвозит в Киев Министерство обороны. Ну и, как вы понимаете, денежки попадают не к часовому у входа в министерство, а руководству этого военного ведомства. В 2005 году Министерство обороны заключает еще один новый договор уже до 2008 года. Ямарь 2009. Начинается самый настоящий шантаж. Предприниматели получают уведомления о заключении новых договоров с государственным предприятием Министерства обороны Пивден. Сотрудники Пивдня ставят условия. Хотите остаться на своих местах? Хотите работать? По 100 тысяч долларов с каждого контейнера, и мы подпишем с вами договор. А нет, так мы подпишем с другими. Предприниматели в ужасе. Какие 100 тысяч? Ну ладно, смилостивились военные. Давай 80 тысяч. Да нет у нас таких денег. Ну хорошо, вот по 40 тысяч, последняя цена, дадите, тогда останетесь. И получили они эти деньги, вот эти негодяи. Радости предпринимателей не было предела. Ура! Государственное предприятие Министерства обороны Пивдень из сферы управления военного ведомства передано Государственному комитету Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Предприятие, грабившее людей, вышло из-под контроля Министерства обороны. Государственное предприятие Пивдень переименовывается в Государственное предприятие ТВК. Короче, Министерство обороны второй раз утратило право пользования 50 торговыми местами на улице Розовой на правотоварном рынке 7-й километр. И уже ТВК распоряжается и заключает новые договоры. В 2014 году, когда началась война с агрессором, в недрах Министерства обороны стали готовить спецоперацию по захвату рынка 7-й километр. Начинает активно действовать уже министр Полторак, понимающий, что с уходом рынка из-под влияния Министерства обороны и иссякает денежный поток из Одессы в карманы руководства Министерства обороны Украины. Он обращается в фонд государственного имущества, готовит проект постановления Кабмина, передает его Министерству экономики. В общем, делает все, чтобы обратно вернуть себе утраченные 50 мест. Полторак поручает концерну военторг-сервис осуществлять действия, связанные с прекращением, либо с заключением договоров с предпринимателями, то есть владельцами торговых 20-фунтовых контейнеров на территории рынка 7-й километр по улице Розовая. За этой целью в филиале военторг-сервиса в Одессе вводятся две новые должности, на которые не совсем законно принимаются на работу некто Кутовой и Томченко. Они-то и начинают вымогать деньги с предпринимателей. И стали запугивать людей, продавать их контейнеры третьим лицам. Понимая, что закон на их стороне, негодяи из Министерства обороны, стали нанимать тетушек и бандитов из революционного городского быдла, РГБ сокращенно, и попытались силой захватить чужие контейнеры, то есть совершали попытки разбойных нападений. Но люди смогли дать отпор этим отбросам, хотя не все. Кутовому и Томченко удалось собрать с людей 500 тысяч долларов. Но сколько веревочки не виться, а конец найдется. В общем, 25 ноября 2016 года Кутову и Томченко были задержаны сотрудниками УСБУ в момент получения части взятки в сумме 75 тысяч долларов и арестованы. Там часть 4 статьи 368. Находясь в ВВС, Кутову и Томченко постоянно связываются по телефону со своим шефом, с Павловским, замминистра. И говорят так, если ты, значит, не приедешь и нас не вытащишь из ВВС, то будем сидеть вместе, так как откроем рот и начнем рассказывать о тебе много интересного. Это могло бы выглядеть как вымысел, если бы не одно «но». Замминистра обороны Павловский примчался в Одессу и, используя свои связи, через начальника СБУ Батракова, а очевидно СБУ, которая задерживала этих вымогателей, в общем-то, наверное, заводила дело оперативного учета, чтобы реализовать его. И благосклонности судей вытащил Кутового, вытащил Кутового и Томченко из СИЗО на свободу под залог. Причем весьма залог небольшой. Помогли и сотрудники региональной прокуратуры, за что получили три торговых места на улице Розовой. Номера контейнеров известны. На рынке седьмой километр. Кстати, стоимость взятки 300 тысяч долларов. Каждый контейнер по 100 тысяч. Кстати, я вначале обещал рассказать о результатах рассмотрения жалоб. Результаты были очень жесткие. И там оттуда, а все от отсюда генеральная прокуратура, МВД, Порошенко, в Одесскую область прислали и сказали, да как же так, что это за безобразие. А в Одесской области сказали, да конечно безобразие, ну давай в район в Идиопольский отправим. Что это, пусть людям помогают. А в Идиопольский отдел полиции говорит, да это же невозможная наглость. Все, давай сюда. Короче, все попало к участковому на базаре. И этот участковый с рынка седьмой километр, он по идее должен был вызвать министра обороны, сказать, ты чем там занимаешь, дай объяснение и прочее. Ну просто, знаете, издевательство. Ну и это не конец истории. Все продолжается. Контейнеры, принадлежащие предпринимателям, продаются уже по третьему и четвертому разу. Продаются посторонним людям по 50-60 тысяч долларов за контейнер. Обманутые покупатели приходят, спрашивают, а где наш контейнер? А им говорят, ребята, какой ваш? Они говорят, да мы купили у Министерства обороны. Да нет, мы с 98-го года уже здесь стоим и работаем. Это наши контейнеры. Вас кинули так же, как пытаются сделать с нами. Вообще, мне интересно, как расходятся эти сотни тысяч и миллионы долларов с рынка седьмой километра. Кому достаются эти значительные суммы? Помните, как в песне у Владимира Высоцкого «Где деньги?» Зин. Хочу спросить об этом. Хочу спросить замминистра обороны Павловского, юриста Марочкина, Каратаева из организации «Пивдень», «Здора» из «Военторгсервиса», «Короля» из одесского филиала, Соловьеву оттуда же, отставника Амросимова, адвоката Штагрина, военных прокуроров, Якубовского, Нетужилова, Ванжу, гражданина Ратушняка, Гребенюка, Галушку, Кулинича. В общем, короче, имя им «Легион» и многих-многих других. Но все известны и обо всех все известно. Ну, с другой стороны, может, они знают, куда расходятся миллионы долларов, куда деваются взятки по 20 тысяч, 25, зафиксированы нами, 50, 80, 100 тысяч. А может быть, об этом есть смысл спросить первого заместителя министра внутренних дел, гран-полковника Ярового, кстати, в свое время бывшего начальником полторака в Национальной гвардии, который составил протекцию новой начальницы Одесского филиала Украин-Торговли. В общем, спрашивать есть кого за беспредел, который творится на самом крупном Европе промтоварном рынке седьмой километр. Надо понимать, что над всем этим стоит министр обороны Украины, генерал армии Полторак и его собачья сфора. Хотя нет, скорее, крысиная стая, жадная, беспринципная, живущая и не по законам, и не по понятиям, кстати говоря. Впрочем, Полторак пытается дистанцироваться от происходящего на рынке. Дошло до того, что пришлось обратиться к очень серьезным людям с просьбой поговорить с министром обороны. На их вопрос Степа, что ты там вытворяешь в Одессе на седьмом километре? Полторак ответил, дескать, я тут ни при чем. Сказал, что это не его тема и что по рынку он просто исполняет просьбу заместителя министра внутренних дел и одного весьма уважаемого человека из Генеральной прокуратуры Украины. Информация к рассмышлению Отражая агрессию врага в 2014 году погибли 1745 украинских солдат и офицеров в 2015 1157 2016 559 2017 352 2018 127 чьих-то сыновей, отцов, мужей, братьев. Все эти годы министр обороны и его сообщники проводили наступательные операции в глубоком тылу на товарном рынке седьмой километр. Хочу обратиться к предпринимателям рынка седьмой километр. Не будьте равнодушными к проблемам ваших товарищей. Немецкий пастор Мартин Немюнлер в свое время сказал, когда нацисты пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я же не коммунист. Когда они пришли за профсоюзными деятелями, я промолчал, ведь я же не член профсоюза. Когда они пришли за евреями, я тоже промолчал, ведь я же не еврей. Когда они пришли за мной, защитить меня было уже некому. Ваши коллеги в беде, помогите им, ведь чаша сия когда-нибудь может коснуться и вас. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. гостей, что мы как сейчас мы уберем,